Они вам никого не напоминают? Узнали в ком-то из них себя? А кот-матроскин, но вылитый сосед по партиям. Так чем же они отличаются? Нет, не характерами, а темпераментами. И это не одно и то же. Еще в древности ученых мужей интересовали особенности поведения людей. Например, древнегреческому врачу и философу Гиппократу, но никак не давал покоя вопрос, почему одни всегда веселые и на позитиве, а другие чуть что и в слезы. Ученый поразмыслил и пришел к выводу, что все дело нет не в шляпе, а в жидкости в организме человека. Высокая концентрация желтой желчи делает его несдержанным и импульсивным, лимфы – спокойным и уравновешенным, крови – веселым и подвижным, а черной желчи – меланхоличным и печальным. А затем он уже выделил четыре типа темперамента, о которых вы наверняка слышали – флегматик, холерик, сангвиник и меланхолик. Так кто такой сангвиник? Это неугомонный живчик. Ему хорошо, когда он при деле. Быстро загорается, но также быстро потом теряет интерес. Может бросить дело на полпути, мол, всем спасибо, до свидания, я побежал дальше. Сангвиник часто меняет увлечение, каждый раз думая, что он наконец-то нашел то, что так долго искал. А нет, поиски продолжаются. А еще сангвиник любит жизнь во всех ее проявлениях. Он веселый, эмоциональный и очень общительный. Легко переживает неудачи, а для любого коллектива просто находка. С ним весело и интересно. Сангвиниками были Моцарт, Вивальди, Лермонтов, Марк Твен и Ленин. Идем дальше. Холерик. О, это классический непоседа. Он мгновенно загорается всем новым и интересным. И если уж что-то задумал, то не свернет и четко идет к цели. Холерика легко узнать. Он громко разговаривает и активно жестикулирует. Прям как итальянцы. Они, наверное, там все холерики. А еще они нетерпеливы, суетливы и вспыльчивы, но быстро отходят. У них резко меняется настроение. То они радуются, то негодуют. Бывают прямолинейны в отношениях с людьми. Любят риск и споры. Кстати, холериками были Пушкин, Бетховен, Суворов, Менделеев и Жириновский. Флегматик. Спокойный и сдержанный. Он долго запрягает. Но если уж собрался что-то сделать, то горы свернет. Никогда не спешит, но везде успевает. Очень терпелив, немногословен и стрессоустойчив. Суета это вообще не про флегматиков. Пока холерик в панике будет носиться по комнате и вещать, что все пропало, флегматик спокойно допьет свою чашку кофе и в конце озвучит верный выход из сложившейся ситуации. Флегматиками были баснописец Иван Крылов, Галилео Галилей и Михаил Кутузов. И четвертый тип. Меланхолик. Натура тонкая и ранимая. И очень чувствительная. Меланхолик – это настоящий радар, который всегда определит, в каком вы настроении. Он это чувствует. В большинстве своем меланхолики пессимисты и излишне подозрительны. А какая-нибудь мелочь может очень сильно их расстроить. Но оказавшись в зоне собственного комфорта, меланхолик перевернет землю и вернет ее в изначальное положение. Да-да, этот Тихоня. Порой и они сами не знают всей глубины и мощи своих возможностей. А еще они очень творческие. Среди меланхоликов столько выдающихся личностей. Чайковский, Шопен, Чехов, Есенин и Эдгар По. Что, так и не определились, к какому типу вы относитесь? И не зря. Встретить человека с чистым типом темперамента практически невозможно. В нас есть понемногу от каждого. А какой тип из них преобладает, решайте сами. Ну или спросите у друзей.